Есть, теперь осталось согласовать, вы знаете, что они свяжутся, посадку зданий, расположение, движение, чтобы было удобно и пациентам, и врачам. Меня радует в этом случае то, что в этой пространстве, о которой я говорил, образуется целый медицинский комплекс, и там можем думать уже о социальном, каких-то аспектах, такие как детский сад для врачей, жилье рядом расположения, продуктовый магазин, кафе. Вот больше всего страдают, врачи, поесть не. Да, крупные больницы вот такие вот, поесть нужно. Ну, выйти. Также студенты еще огромное количество. Я посчитал, вот с 6 тысячи, вот, обороты здесь, не трогают даже посетителей, а с посетителями еще больше. Это позволит нам четко оплатить автотранспорт, потому что маленький объект сложно заставить, да, что троллейбус сходил, это и невыгодно, и не рентабельный автотранспорт, и, как я уже сказал, в социальное, как бы привязать объекты. Мы с Романом Ильичем над темно говорили, он действительно рекомендует это сделать, тоже эти, как бы, расчеты идут. Это не за счет бюджета, конечно, за счет привлечения каких-то инвестиций и так далее со стороны, но им надо поделить тоже площадь, так сказать, и тогда и бизнес, и вот инвесторы пойдут в это место. Если бы я извиняюсь, тоже допомню, типовой проект найти очень тяжело, в третости психиатрической больницы, их на уровне страны строились единицы за многие годы. То есть это настолько нетипично, это специфический стационар со своими особенными требованиями, и в стране их действительно... Нормативов много, но нормативов никто нигде не делал. Всегда дают здание какое-то и туда селяют. Вот это вот, а потом приспособлены те времена. Я думаю, чтобы сделать по настоящему, соответствующему всем требованиям больницы, нам придется этот проект составлять с нуля, он будет индивидуальным. И это займет, да, это займет довольно много времени, в этом трудности уже будет. Спасибо. Владимир Михайлович, а в случае, дай Бог, начала строительства и переселения в новые медучреждения, старые здания останутся в системе здравоохранения? Как? Ну, если мы там сделаем медицинский музей, то, наверное, можно оставить. Ну, вы тогда съездите, вы там были? Не были. Съездите, посмотрите, согласились бы там быть пациентом или нет. Ну, там требуется огромных реконструкционных работ, это не сразу, там годами это будет делаться, если будет здание решет сохранить, а их надо сохранить. Я бы там, я больше там вижу, посмотрите, там действительно вижу, как бы, загородные, так называемые, вот, бывают такие, знаете, как, городки творчества, города творчества делают. Вот создать, когда художники, там находятся, эти самые, всякие лица, которые творческие, что-то делают. Вот создать вот такой вот комплекс на том месте, потому что природа там, где вот эти холмы, там, вот эти здания. До первого марта, текущего, до следующего, то есть, если мы сейчас сделаем, мы можем начать строить на следующий год. Нет, на следующий, а через год. Если мы же его представим позже, то опять это только через два года. Поэтому морально мы должны его представить до февраля, тогда наш пункт будет сделан на ту задумку, которую мы решили. Позже, ну, это уже называется такое, хуже для народа. Спасибо.